Всем привет, мои дорогие! Снова я с вами. Наверное, дня два ничего не снимала. Тут у нас проблемы были. А проблемы никто не любит. Так что я решила ничего не рассказывать про свои проблемы. Лучше буду рассказывать про хорошее. А что сегодня у нас хорошего? Это то, что у нас улицу почистили, трактор дорогу почистил. И это уже хорошо. А сегодня я еще решила испечь батон. Завтра будет у нас понедельник. Мне не хочется идти за хлебом. Не то, что не хочется. Хочу все-таки, чтобы Николай Яковлевич ел свой батон домашний. И вот сегодня этим я займусь. Испеку один батон и немножко пирожков с мясом. Все-таки воскресенье, воскресный денек. Что-нибудь нужно вкусненькое. Пока пеку и расскажу, что у нас сейчас происходит на хозяйстве. Ну что, приступаем затевать сначала. Буду затевать на 400 миллилитров молочка. У меня молочко топленое. Видите, какой у него цвет топленое молоко. А простое молочко мы купили в нашей деревне. Молочко он все время купит. Я купила, мы с него кашку уже сварили. А топленое осталось. 400 миллилитров молока топленого. Вы можете из простого и также на водичке сотевать. Добавляю сразу дрожжей. Добавляю 2 чайные ложечки. И сахар. Сахар можно 1 ложечку добавить. А можно и 2. У меня вот диабет. Я добавлю 1 столовую ложку. Но желательно, конечно, 2 ложечки добавить в столовые для батона. Сейчас все это помешаю. И сразу добавляю растопленное сливочное масло. У меня 60 грамм. Оно уже тепленькое. И чайную ложечку с горкой соли. Я буду сразу затевать и замешивать. То есть без опары. Можно поставить опару. Добавить немножко муки вот сюда. И там минут 20 постоит. И замешивать. А я буду сразу замешивать. Муки примерно уйдет где-то грамм 600. У меня вот здесь 700 грамм муки. Мы-то посмотрим вместе, сколько у нас уйдет. Друзья, просто замешиваем, как обычное тесто. Как всегда. Сначала ложечкой, потом руками. Долго показывать не буду. Уже сейчас покажу, как руками буду замешивать. Тесто почти готовое. Муки осталось немного. Чуть-чуть. Ну вот где-то 650 грамм муки у меня ушло. Когда тесто от рук, вот так сейчас покажу, тесто от рук отстанет, тогда оно уже все готовое. И от рук отстает, и от стенки посуды. Я делаю для своей семьи, для себя. У нас все руками делается. Тесто любит руки. Ну и все. Закрываем сейчас его и ставим в тепленькое местечко. Как такое тесто получилось. Я закрываю его. И ставлю в теплое место. У меня это газ не потело. Но я вниз подкладываю все-таки что-то такое плотненькое. Тряпочку там или полотенце. Чтобы не горячо. Самое главное, чтобы было тепло, но не горячо. Все. Убираем. Пусть растаивается. Еще закрываю полотенцем, чтобы воздух не попадал. Вот наше тесто. Вот так оно увеличилось в объеме. Сейчас буду делать батон и пирожки. Убираю все тесто. Какое тесто хорошее. Сейчас тесто на две части поделю. Лучше муку сдвинуем. Лучше муку сдвинуем. Одно вставляю. И пирожки. Убираем в сторонку. Эту часть будем раскатывать. Сейчас я ее раскатаю. Раскатываем не очень тонко, не очень толсто. Ну вот и все. Больше не будем раскатывать. Теперь буду скручивать понемногу. И вот так прижимать. Один раз скрутили и прижали. И дальше так продолжаем. Немножко расправляем. И последний раз. Немножко поправляем. Так прищипываем. Давайте вот так руку покажу. Главное, чтобы потом батон не раскрылся. Здесь надо прищипать очень хорошо. Ну и так же вот эти кончики тоже. Надо их заделать. Аккуратненько. И немного покатаем. Немножко покатаем. Ну вот так. Теперь у меня батончик. Ложим на противень. Я противень смазала растительным маслом. Кто как, друзья, я растительным маслом складываю. Ложим на противень. У меня вот так получилось положить поперек. Ну, вертик как-то даже, как сказать-то, не знаю. В общем, вот так наискосок получился. И поставим, друзья, это растаиваться. Где-то минут на 20. Как он у нас увеличится. Я сейчас ее пленочкой закрою. И полотенцем. Как увеличится, так будем уже ставить в духовочку. Помажем и поставим в духовку. Вот так закрываю. И полотенцем. Где-то минут, наверное, 15-20. Посмотрим, посмотрим. И я пока буду готовить пирожки. Пока это не растаивится батон, я буду пирожки готовить. Вот тесто очень-очень мягкое. Пока готовлю пирожки, немножко расскажу, что у нас сейчас какая ситуация в деревне. Воды пока не дали, воды нет. Мы водой запаслись. На один день как раз давали воду. Мы все, что можно было, все запасли. Потом у меня еще не работает газовый котел. Как раз он зависит от воды. Вода и котел друг от друга зависят. Причину мы найти никак не могли. И вот только вчера нашли причину. И теперь ждем мастера. Это объяснять очень сложно. Я сама кое-как разобралась, что тут у нас случилось. Почему у нас котел не греет. Но только поняли, что котел и вода, это в общем все системы совместимые. И от воды у нас оказывается кран водяной пропускает в систему. Нам сейчас надо кран поменять. Поэтому у меня в системе давление поднимается, если вода есть. А если воды нету в системе, то у меня давление в систему, то есть уходит, падает мое изотопление, падает в водяную систему. Ну, в общем так. Это понять очень сложно. Вот так, друзья. Сейчас пирожки сделаю. Сколько у нас? Немного пирожков получается. Восемь штучек. Ну, нам достаточно. Пирожки мясные. Мы очень-очень их любим. Я уж их не раскатываю. Ничего, прям так делаю. Друзья, кто бы что ни говорил, но без воды всё-таки в системе без воды очень сложно. Когда из крана вода не течёт, да? Мы же все умываемся в раковине. То есть из крана под раковиной. И вот это вот, конечно, очень сложности разные создаёт. Но вообще все люди же, мы цивилизованные, привыкли же всё-таки к удобствам. Ну, когда уже нет удобств, начинаешь приспосабливаться. Так что мы уже приспособились. Тем более у нас вот в бане, в котле есть вода. И нам это удобно, что в бане, в котле есть вода. Ну, не знаю, сколько воды не будет. Может, и везде закончится. И в котле, и везде. Никто не знает. Я пока... Я пока вообще отключила свою воду. Подянутую систему мне пришлось отключить. Вот. Чтобы у нас отопление работало. Потому что... Не знаю, куда у меня ремонтик ещё найдётся. Ремонтник, чтобы не кран сделать. А нам всё-таки важнее отопление. Такие дела. Пока батон и пирожки растаиваются, я буду готовить смазку для батона, для пирожков. Яйцо взяла. Немножко чуть-чуть подсолила. Я сначала ложечкой яйцо помешаю. Так быстрее получается. Немножко помешаю. И буду добавлять водички. Так, добавляю. Сначала одну столовую ложечку водички, а потом посмотрим. Добавляю ещё столовую ложечку воды, потому что густовато. Ну вот, теперь хватит. Теперь снова всё помешаю. Вот так получается. Патончик мой расстоялся. Вот у меня такой будет, как для бутерброда. Длинненький. И не очень широкий. Вот такой. Видите? Сейчас я делаю надрезики. Вот. Делаю надрезики. Нож острый, друзья, но... В общем, вот так делаем надрезики. Сначала в середине один надрезик. Неглубоко. А зачем делаем надрезики? Чтобы при выпекании батончик не лопнул. Вот так. Здесь ещё надрезик один сделаем. Ещё один. Сейчас яйцом смажу. Что я делала. И постоит минут 10. Яйцо подсохнет. Поставим... Поставим выпекать. Духовочка у меня уже разогревается. Аккуратненько. Чтобы не присел. Надо делать тихо, медленно. Чтобы не присел батончик наш. Он уже поднялся. Этой же смазкой буду смазывать пирожки. Ну всё. Дадим минут 10 посохнуть. И в духовочку. Такой у меня батончик. Ставлю его в духовочку. Он у меня будет выпекаться где-то минут 25. Менала водички в кастрюльку. Вот с такой ручкой. И ставлю в духовку. Чтобы батон когда выпекался. И низ не пригорал. И чтобы верх был не жёсткий. То есть вот эта водичка будет распаряться. И вот для этого я и поставлю сейчас туда. Вот эту водичку. Пирожки мои растаиваются. Сейчас их тоже смажу. Пыльчик готов. Такой он. Со всех сторон. Красивенький получился. Много не держала. Не зажарила слишком. Сейчас смажу растительным маслом. Можно смазать водичкой. А я растительным маслом смажу. И закрою бумагой для выпечки. И полотенцем. И тогда уже попробуем. Когда у нас немножко она встынет. Такой батончик красивый. Пирожки. Будем пробовать батончик. Попробуем. Какой запах вкусный. Смотрите, какой красивый. Мягкий. Очень мягкий. С молочком. Сейчас буду кушать. Николай, кстати, будет бутербродик делать. Представляю, как ему понравится. Друзья, ну очень, прям очень мягкий. Смотрите, какой. Такой красивый. Попробую. Очень вкусненько. Смотрите, какой у нас сегодня красивый вечер. Давно уж такого не было. Небо все хмурое, да хмурое. А сегодня прям закат такой красивый. Морозец. Мороза на улице. Ну вот, друзья, на этом я заканчиваю свой ролик. Всем хочу сказать огромное спасибо. За поддержку, за комментарии. Что у меня такие добрые подписчики. Друзья. Всех-всех вас очень люблю. Всем желаю мирного неба над головой. Также здоровья. Счастья, радости. Благополучия в ваших домах. Всем-всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!